Тревожно было немецкой охране концлагеря Маутхаузен. Холодный ветер 45-го приносил плохие для нацистов известия. Все ближе были войска союзников и Красной Армии к Австрии. Пулеметчики на вышках лениво поглядывали, как из барака смертников ночью стали выходить заключенные и строиться в ряды. Обычное дело – очередная издевательская поверка. Но вдруг узники разделились и группы людей, словно две черных реки, с устрашающим молчанием кинулись к охране. В руках у заключенных появились доски и камни, а обессиленные люди, срываясь и падая, полезли на вышки. Очнувшись, словно ото сна, застрекотали пулеметы и защелкали выстрелы. Но в лица немцев в этот момент ударили струи белой пенной жидкости, которая их ослепила. Это были использованы огнетушители. С большими потерями узники смогли захватить одну вышку и, развернув пулемет, открыли огонь под рукой. Этот дерзкий побег из барака номер 20 блока смертников был совершен в ночь на 3 февраля 45-го года, но уже не было среди спасающихся людей главного его организатора – летчика Николая Власова. В отличие от Власова-предателя, этот был настоящим советским человеком. Незадолго до побега заговор был раскрыт, и немцы долго и с пристрастием его допрашивали, чтобы он выдал тех, кто еще вовлечен в сговор. Но летчик никого не сдал и был за это расстрелян. Обычной была довоенная биография у Николая Ивановича Власова, как и у многих людей того времени. Родился он в последний год царской России – 11 ноября 16-го года. После революции закончил школу и работал на заводе, а в 34-м году был призван в ряды Красной Армии. В городе Зарайске он отучился в военной авиационной школе имени Мясникова, где потом и остался работать инструктором. Булка гудели винты немецкого бомбардировщика. 18 августа 1941 года в небе возле города Брянска Юнкерс Ю-88 шел курсом на запад. Неизвестно было, отбились ли фашисты от своих, заблудились или проводили разведку, но их обнаружили. Советский МиГ-3 появился на горизонте. Это Николай Власов шел на сближение. Вражеский пилот стал маневрировать и попытался спрятаться в облаках, но МиГ не отставал. Николай Иванович залетел сверху, но только он приблизился к бомбардировщику, как по нему открыл огонь стрелок Юнкерса. Бил он довольно метко, и поэтому пришлось с левым разворотом выходить из атаки. Второй заход снизу и снова неудачно. Юнкерс спикировал, и уже нижний его стрелок отогнал советский истребитель. Немецкий экипаж, судя по всему, был опытный. Погоня продолжалась долго, а линия фронта все приближалась, и чтобы не дать противнику улизнуть, Власов решил идти прямо на пролом. Не обращая внимания на смертельный огонь пулеметов, он пробился сзади сверху к самолету противника, взял кабину с пилотом на прицел и нажал на гашетку. Но снова все пошло не так. Пулеметы щелкали, но не стреляли. Это уже не шло ни в какие рамки. Тогда разгневанный пилот бросил свой истребитель на хвост противника. Раздался скрежет, летчик сильно ударился о приборную доску, и в секунду все перед его глазами померкло. Николай Власов прибыл на фронт 20 июля 1941 года. Сначала он служил в Крыму и на истребителе И-16 патрулировал небо над важными военными объектами Севастополя. Но очень скоро он проявил свои организаторские способности, и его перевели в 42-й истребительный авиаполк на должность командира эскадрильи. Говорят, что летчиков для этого полка лично отбирал Василий Сталин, младший сын вождя, при этом собирая воюющих на разных фронтах пилотов Качинского училища воедино. Возможно, так оно и было, и за два дня до своего тарана Николай Иванович прибыл в новый полк. Неизвестно, сколько пилот после удара по Юнкерсу был без сознания, скорее всего, недолго. Очнулся он, когда его самолет с большим креном и на высокой скорости несся к земле. В последний момент Власов смог выровнять машину и совершил аварийную посадку в поле, но колеса Мига попали в яму, и самолет скапотировал, то есть он плюхнулся вперед на винт. Ему повезло, что посадка произошла на нашей территории. Подбежавшие стрелки с радостными криками обсуждая, как развалился в воздухе немецкий самолет, и какой смелый советский летчик, бережно вытащили героя из кабины и отправили его в госпиталь. На излечении летчик пробыл недолго. Он сбежал из больничного учреждения сразу же, как ему позволила обстановка. В части он потребовал себе новый самолет, но его командир, капитан Зимин, на время отстранил его от полетов на истребителях и вручил ему маленький бипланпо-2. Решение это было правильным. Летчик-истребитель во время воздушного боя испытывает огромные перегрузки, и недолеченный пилот мог в небе просто потерять сознание. Немного запутанная информация о дальнейшей биографии героя, но по всему видно, что он вернулся в строй уже в октябре 41-го года, когда враг начал наступать на Брянск и Орел. Тогда в небе нужен был каждый летчик, а тем более такой опытный, как Власов, просто не мог находиться в стороне. В боях за Москву он довел свой счет сбитых самолетов противника до 10 и получил звание подполковника, а потом снова пересел на ПО-2. Его назначили одним из инспекторов ВВС Красной Армии. Интересный случай произошел с героем в 1942 году. Тогда он находился с инспекцией в 434-м ИАП, который был в резерве ставки главного командования и располагался на аэродроме возле Сталинграда. В это время враг уже начал свое движение к этому городу на Волге, и чтобы сбить его напор, советская авиация была брошена на штурмовку колонн противника. В одном из вылетов 19 июля было сбито много бомбардировщиков из соседнего полка, и Власова отправили на разведку за линию фронта. Почему его? Нужен был высоко квалифицированный офицер, который мог бы точно определить ситуацию. Под утро на 20 число он пересек линию фронта, и после разведки территории, уже возвращаясь обратно, возле станции Миллерова Николай Власов обнаружил две параллельно идущих дороги, занятых немецкими войсками. Между ними в поле лежал еще один сбитый советский бомбардировщик. Сверху было видно шевеление в кабине. Кто-то из экипажа был еще жив. Тогда Николай, прямо на виду немецких войск, приземлился возле разбитого самолета. Подождал, пока пилот добежит до него, и быстро взлетел под звуки пулеметных очередей. Спасенным оказался герой Советского Союза Филипп Демченков, который потом прошел всю войну и дожил до 1975 года. 23 ноября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками Власов Николай Иванович сам заслужил звание Героя Советского Союза. Потом он продолжал исполнять обязанности инспектора ВВС, а 29 июля 1943 года, перелетая на новый участок работы в блокадный Ленинград, был сбит зенитной артиллерией врага и попал в плен. Сначала Николай Власов был отправлен в Польшу, в концентрационный лагерь возле города Лодзь. Немцы хотели склонить его к сотрудничеству и даже разрешили носить награды, но Николай Иванович наотрез отказался от работы на немецкую администрацию и не желал предавать свою родину, а скоро в его деле появилась и пресловутая строчка «Склонен к побегу». Вот как описывает генерал Михаил Федорович Лукин встречу с Власовым в интервью, которое он дал Константину Симонову после войны. В эту пору я познакомился еще с одним Власовым. В отличие от того предателя, это был наш настоящий советский человек, командир эскадрильи. С первого дня плена он стал думать о побеге. Я советовал ему об этом никому не говорить, могут предать. Однажды он сказался больным и его положили в санчасть. Там он незаметно всыпал врачу снотворное в чай, и когда тот заснул, Власов стал разбирать в стене кирпичи. За этим делом его застали немецкие солдаты и страшно его избили. После неудачного первого побега немцы сорвали с кителя героя все награды, но звезду героя он смог спрятать в прогулочном дворике под камнем. Встретившись глазами с генералом Лукиным, он попинал по камню, давая тому знак. Михаил Федорович потом нашел там медаль, золотую звезду и записку, где герой просил забрать ее, и если генерал останется жив, то награду показать родителям Власова и потом передать в Министерство обороны Советского Союза. Эту просьбу Лукин выполнил. Концентрационный лагерь Маутхаузен начал строиться немцами близ австрийского города Линца в 1938 году, а к концу войны он представлял собой уже систему, состоящую из центрального лагеря и разбросанных по всей территории филиалов. В нем наиболее печально известен был так называемый блок смерти – барак номер 20. В 1944 году его обнесли каменной стеной, по которой провели проволоку стоком. После предписания Кейтеля туда стали свозить со всех лагерей всех пленных, которых ловили за совершение побега. Там их должны были расстреливать. Исключение составляли только американцы и англичане. Эту операцию назвали кугель – пуля. Конечно же туда попал и гвардии подполковник Власов. Он пытался бежать из всех лагерей, где только находился. К тому же он всегда был одним из самых активных членов подполья. Заключенные барака номер 20 были освобождены от работы до расстрела, все-таки получали скудное питание. Но заботливые фашисты устраивали им физические упражнения – прыжки, ползания по пластунски и ходьбу гуськом. Также узники могли бегать вокруг барака целый день. Не исключением были и ночные построения. Неудивительно, что смертность там и без расстрелов была высокой. Средняя продолжительность жизни поступающих в 20-й барак составляла всего несколько недель. Чтобы рассказать о каком-нибудь герое и более выпукло показать его биографию, приходится часто затенять тех, кто был в тот момент рядом с ним. Николай Власов, конечно же, разрабатывал этот последний побег не один и предали его не одного. Да, нашелся предатель, который сдал группу главных заговорщиков. Вместе с летчиком Власовым немцы расстреляли еще и двух комдивов – Александра Юсупова и Кирилла Чубченкова. Конечно, везде написано, что их сожгли заживо, но нет, все-таки расстреляли. Случилось это 27 января 1945 года, а 2 февраля около 500 заключенных пошли на побег. Подавив огонь второй пулеметной вышки и завладев оружием, узники накинули одеяло на проволоку стоком, перелезли через забор и стали разбегаться в разные стороны. Участь их была незавидна. В конце в живых останутся всего 19 человек, которых по большой части спасут местные жители. Но это уже другая история. А я оставлю заключенных барака номер 20 на этом месте, где они довольные, кто бежал, кто шел, а кто и упав от бессилия полз на свободу с улыбкой на лице.